Это произошло весной 19-го года. Они, лучшие сыны народа, отдали жизнь, подымая красные флаги над юртами Тургая. Так скажет о них посланец Ленина, чрезвычайный комиссар Степного края Алибиджан Гильдин и добавит. На наши плечи ложится тяжесть будущей работы. Сделаем ее. Кустанайская степь широка и неоглядна, как море. Уже не первый год Чебанские тропы все чаще и чаще пересекаются здесь с маршрутами геологов. И там, где прошел геолог, степь раскрывает свои подземные кладовые. Железная руда Ее добывают на Соколовско-Сарбайском комбинате, одном из самых крупных железорудных предприятий нашей страны. Нелегко, непросто наладить ритмичную добычу руды в степи, открытой всем ветрам. Ритм Соколова-Сарбая — это мужество и стойкость людей, которых по праву называют правофланговыми пятилетками. Разведчиков недр По внешнему виду не отличишь от горняков И трудности у них одного порядка. Поезд. Вечный поезд. И снова в путь. В самые глухие уголки степного края, в заповедные, нехоженные места. Именно здесь нередко приходит к геологам большая удача. И тогда названия степных урочищ вплетаются в имена новых рудников и горняцких поселков. Разведчики недр редко ошибаются в своих расчетах. Так обильно минеральными сокровищами эта степь — дно древнейшего моря. Добрый след оставляют на Кустанайской земле геологи. Это им обязано своим вторым рождением Джатыгара. Старинный поселок добытчиков золота превратился в город, в котором живут теперь горняки Джатыгаринского асбестового комбината. Асбест. Горный лен. Ему поистине нет цены в наш атомный космический век. Акатыши. Для этих железных зерен, пожалуй, не подыщешь более точного названия. Впервые в стране производство акатышей освоено на Соколовско-Сарбайском комбинате. А цену им отлично знают металлурги Магнитогорска и Челябинска. Когда весь наш народ отмечал знаменательное событие — выплавку 100-миллионной тонны стали, это был праздник игрников Соколова-Сарбая, создавших в Кустанайской степи надежную базу для черной металлургии Южного Урала. И уже растет, набирает здесь силу, новый горнорудный гигант, имя которого — Лисаковск. У Лисаковска необычная судьба. Он начинается не с палаток и сборно-счетовых временок, а с генерального плана города, уже раскинувшего в степи свои первые микрорайоны. Новые города рождают и свои традиции. О том, чем заняты их папа и мамы, можно узнать из этих рисунков юных романтиков. Они живут на земле легендарного трудового подвига. Это земля горняков и геологов, строителей новых городов и мощных линий электропередач. Это край поднятой целины. И когда созревает Нива, многолетний труд целинников, их мечты и тревоги сливаются в ясном, высоком слове — хлеб. Федоровка, Федоровка. Сельхозуправление? Ответьте, Кустаная. Урец, закладзерной директоры. Нежурная, подожди, а ковы с домиками. Жадство, пора радости и больших забот. В уборке урожая участвуют все, от комбайнеров до телефонистов. Герои Хлебного фронта. Они еще увидят свои портреты на первых страницах газет, когда на всю страну прозвучит весть о том, что Кустанайская область за продажу государству в течение пятилетки миллиарда пудов зерна награждена вторым орденом Ленина. А сейчас их еще ждали впереди. Упорнейший труд, жаркие дни, бессонные ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Кустанай столица этого удивительного края, щедро наделенного сокровищами недр и плодородными нивами. Миллиард пудов зерна и миллионы тонн руды. Хлеб и руда основа основ жизни на Земле. Субтитры создавал DimaTorzok